Задача создать корпоративную сеть и доступ к интернету для предприятия. Срок на выполнение задания 5 часов. Таймер отчитывает время, которое осталось до завершения соревнования. Андрей Шалашов внимательно следит за тем, как работают конкурсанты. Два года назад он завоевал золотую медаль на Атомскилз и теперь выступает наставником молодых специалистов своего предприятия. Я прошел весь путь по этим чемпионатам. Я приехал первый раз на Атомскилз. Вообще ничего было непонятно, что от меня хотят, что надо делать. Но по определенным причинам я смог себе показать. Отборочный тур перед отраслевым чемпионатом проводится впервые. Андрей считает, что это решение правильное. Формат дивизионного турнира максимально приближен к условиям Атомскилз и позволяет выбрать наиболее опытного и профессионального программиста для участия в следующем этапе. Ребята могут, те, кто уже, допустим, проходит следующий этап, то есть на Атомскилз, они могут посмотреть, как это в реальной жизни работает, как работает чемпионат, то есть как справиться с стрессом, как правильно построить план выполнения заданий и так далее. Организатором первого дивизионного чемпионата выступил российский федеральный ядерный центр ВНИЭФ. Направление выбрали сетевое и системное администрирование. Проще говоря, программисты и айтишники соревновались в создании и настройке для предприятия или организации электронной почты, сайта, внутренних каталогов, обеспечения доступа пользователей для работы на компьютере. За право участвовать в отраслевом чемпионате боролись пять команд из предприятий ядерно-оружейного комплекса. Четыре участника, которые наберут наибольшее количество баллов, войдут в состав дивизионной команды. Отбор устроен так, что за три дня каждый участник должен пройти каждое направление. Это нечрезвычайно сложно, и навряд ли даже подготовленный квалифицированный специалист справится с каждым островом за пять часов. Четвертый отраслевой чемпионат «Атомскилз» пройдет с 7 по 11 июня в Екатеринбурге. Отраслевые победители составят команду госкорпорации «Росатом» и покажут свое мастерство на всероссийском уровне. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24.